Доброго времени суток, дамы и господа. Сразу прошу прощения за то, что так долго не было видосиков. Сначала было убийство Рошагет в мифике, плотное освоение и всё такое, а затем написание диплома. Диплом сдал, всё хорошо, всё замечательно. Теперь можно полностью заняться игровым процессом и можно полностью изучить то, что вообще в игре происходит. Потому что только сегодня я глянул все абсолютные изменения, которые идут 10-1 и хочу поделиться с вами этими главными изменениями, хочу описать их, и я думаю, многим это будет целым интересно. Первое изменение, которое нас ждёт в обновлении 10-1, это межфракционные гильдии. Это преподносит как лютый геймчейнджер, то, что после этого мы сможем контактировать лучше и вообще функционал, вся социальность, она в игре повысится. Ну окей, хорошо, посмотрим, что из этого будет. Конечно же, в какой-то момент нам захочется докачать наших твинков, заняться там, быть может, как-то профессиями, может, с кем-то поконнектиться или вообще, да, вы, например, в игру. Недавно вернулись. Появится апгрейд фамильных вещичек до 70 уровня за 5000 голды или 7500 голды, да, в зависимости от того, какой это слот. Вкладка наследства, любую вещичку можно будет апнуть. Ну и также за разную там фестивальную валюту, конечно же. Следующее изменение, связанное с драконами, я их три штучки выписал. Это новые способности при полетах на драконах, довольно-таки эффектные, которые позволят нам генерировать энергию, и наши полеты на драконах реально улучшатся. Также будет добавлен новый дракон, под названием «Извилистый змей-дракон». Как-то так на текущий момент его локализация. Посмотрим, что будет в итоге, да, в самом 10.1, как он будет называться. Красивый и интересный дракон, который по данным игры был найден еще летом 2022 года, но вводят его вот только в 10.1. Также, вероятно, будет еще один облик для дракона, падающий из рейда. То есть на текущий момент это облик падающий из Рошагет, в виде Рошагет. Что-то будет еще в 10.1. С кого? Как? За что будет даваться? Ну, посмотрим. Само собой, раз начали говорить о рейде, то в рейде появится уникальный лут. Куда же без этого? Если мы, например, на текущий момент откроем вкладку рейды, хранилище воплощений, то мы увидим, у нас имеется разный редкий лут. Компания Blizzard не уходит от этого. И в новом рейде, в 10.1, будут уникальные, классовые, редкие тринкеты с рейда. Также какой-то уникальный плащ, уникальный тринкет и посох с ловкостью. Посмотрим, насколько эти предметы будут реально сильны. Конечно, помимо рейдового одевания, у нас имеются еще и профессии. На текущий момент в профессии требуется искор, это требуется изначальный хаос. Очень сильно реворкают профессии. Что-то добавляют, что-то убирают, но я думаю, это уже тема, конечно, отдельного видосика. В целом просто изменяют крафтовую систему, связанную с искорами и хаосом. Конечно, помимо крафтов, помимо рейдов, мы просто апгрейдим, да, свои вещицы, которые, например, вылутываем с мифик плюсов. Там, по-моему, доблесть убирают. И вообще полностью реворкают систему апгрейдов вещей. Вводят что-то кучу-кучу левелов. Это нужно детально рассматривать. Не в рамках этого видосика. Ну и в заключение скажу то, что идеальным таким хорошим изменением является полное изменение аффиксов миф плюсов в обновлении 10.1. Убирают, как я правильно понял, сезонные модификаторы. Как-то будут реворкать аффиксы, которые идут, начиная с седьмого ключа, по типу вот вулканический, мучительный, взрывоопасный, сотрясающий. Посмотрим, что реально сделают с игрой. Очень интересно, очень много разных нововведений. Скоро там будут тесты миф плюсов. И, быть может, уже то, что хотят Близзы реализовать 10.1, это будет реализовано на ПТРе, на тесте миф плюсов. Само собой, также стоит понимать то, что 10.1 это новый сезон. Это новый сезон как в ПВП, так и в ПВЕ. Это новый рейд. Дата выхода. Имеется небольшая спекуляция, да и я еще давно об этом говорил, то, что это либо май, либо июль. Близзард не дурная компания. У них там величайшие умы сидят. И они прекрасно понимают то, что многие захотят Диабло 4 поиграть. А выходит она в июне. И наслаивать даты друг над другом им как бы не очень-то хочется. Но, само собой. Разные темы еще будут обговорены в следующих видосиках. Если вы хотите услышать о чем-то более подробно, если вы хотите какую-то свою тему предложить, или вам есть что сказать, дайте знать в комментариях. Учту абсолютно все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.